Не пью, тридцать девятый день. Какое-то умиротворение, такое спокойствие. Уже, кстати, последнюю неделю. Помните, я говорил про нервяк, про такое состояние, как после Будуна, такая тревога. Вот его нет уже неделю даже больше. Вот как раз про эту тревогу, про которую я говорил сегодня утром, я говорил в конце августа. Вот эта запись. Пью второе на пять пива, и наступило такое какое-то умиротворение. Но на самом деле, блин, это все хрень. Не путать с умиротворением. Это какой-то просто пьяный п***. Хорошо так, и все. И мне пофигу, что будет завтра, что послезавтра, что сегодня, что было вчера. Просто пью. Я снимал этим пивом вот это чувство тревоги. Оно снималось, что самое интересное. Чувство тревоги прекращалось. Но утром оно возвращалось с удвоенной силой. Я вот сейчас прошелся по коридору, где водка, вина, коньяки, виски. Вот сейчас иду в пивном коридоре. И у меня такая мысль, что я совершенно не хочу пьянеть. Я хочу оставаться трезвым на сто процентов постоянно. Но просто как вкус. Я бы выпил и тот же самый Глинтвейн, и то же самое пиво. Я не смог устоять, когда прошелся по этим рядам. И все-таки взялся и пиво. Естественно, оно безалкогольное. Я понимаю, что все это хрень. Знаю я некоторых людей, которые прикрывали свой алкоголизм фразами и мне просто нравится вкус пива. Вот и мне просто нравится вкус пива. Этим я сам прикрываю свой алкоголизм. Посмотрим, что будет утром с безалкогольного пива. Ну вот достаточно. Четырех глотков, остальное можно выливать. Однажды я был очень пьяный. Мы сидели в закрытом баре и пили. Спросил, где взять пиво. Там из крана налить или что? Нет, Дим, возьми в холодильник. Я дошел до холодильника, взял бутылку пива, выпил и пошел за второй. И только потом, когда я пошел за второй бутылкой пива, я понял, что я пил безалкогольное пиво. Я прочитал этикетку, я видел этот холодильник, он был безалкогольным пивом. Главное было что-то в руке. Просто держать, пить и продолжать шутить, острить и веселиться. А еще сегодня Ольга приготовила пиццу. В ней нет сахара, в ней нет белой муки. Она нацельна зерновой муке. Вот такой кусочек вот просто подошва. Шутка, начинка сверху. Ну, если называть вещи своими именами, конечно, это не пицца. Та привычная пицца. Ммм, на пышном тесте. С сосисками да с грибами. Но, как альтернатива, это прекрасный вариант. Алкогольное опьянение, это такое мимолетное явление. А трезвость, это постоянный стабильный кайф. Просто довливаю вот эти последние глотки. По поводу пива, которое я выпил сегодня. Блин, там же на этикетке написано. Сейчас. Черным по белому. Глюкозно-фруктовый сироп. Вот это я не предусмотрел. Но теперь ясно, что до конца месяца я не пью безалкогольное пиво. Если я не ем сладкое, то все равно, как ни крути, я могу чай попить с чем-то другим. С какой-то там заменой, с какой-нибудь арахисовой пастой, которая без сахара. И еще с чем-то. Вот. На первый взгляд это котлета. Но нет, это овсянка, арахисовая паста и банан. Ну, это не пирожная картошка. Но, как альтернатива, замечательно. Потому что, по сути, мне нужно чаю попить с чем-то. Что-то в рот положить и чем-то запить. Чего? И мне без разницы, это будет там сладкий шоколад с печеньями. Либо вот эта штуковина, которая, конечно, с первого укуса может показаться не очень аппетитной. Но потом вливаюсь. Если вдруг действительно интересно, как приготовить вот эту вот штуковину, пишите в ЛС и в СМС. Я с Ольгой сделаю видос, как приготовить такой котлетоз. Два года назад два пива, просто дома два пива. А год назад просто дома полторашка пива. Я думаю, это все рублей на 300. В Алкабанку 150 рублей. Практически каждый день пил. По чуть-чуть. Каждый день. Если представить, я в 95-м году, там, не знаю, мне лет 10, я встречаюсь с собой 33-летним. И тот 10-летний спрашивает, ну как там в 17-м году? Летаем мы на Марс. Перемещаемся ли в пространстве и во времени? Хотя перемещаемся, ты же как-то переместился. Как я буду? Что я буду делать? А я скажу так, да знаешь, Димон-то, будешь бухать, не переживай. Или сейчас, к примеру, я смотрю в какой-нибудь, там, 2030 год, к примеру, через 13 лет. Что будет в мире? Чем буду заниматься я? Сейчас ко мне 50-летний Дима прилетит и скажет, Димон, ничего не парься, ты в 50 будешь так же продолжать пить. Я не хочу продолжать пить. Я хочу жить в этом будущем. Прямо сейчас. С вами был алкоголик Моисеев. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok